Новости Карелии в эфире в студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте! И вот главные темы этого выпуска. Ну и этот аппарат ставится в крайнем случае, потому что процедура очень опасная. Аппарат, который замещает сразу и сердце, и легкие теперь есть в Петрозаводске. Сейчас мы подписали соглашение, смягчающие условия для регионального фонда развития промышленности Карелии. Карелия получит помощь в реализации важных для экономики проектов. Когда сняли кризис Ревосоната, там нужно было обязательно сделать прокат фильма, то есть его представить как премьерный показ. И это были большие сложности. Сто лет со дня рождения режиссера Михаила Швейцера, что связывало его с Карелией. Карелия получит помощь в реализации важных для экономики проектов. Республика вошла в число регионов, для которых ввели новые условия софинансирования промышленных предприятий. Теперь на каждый рубль регионального бюджета Федеральный фонд развития промышленности предоставит 9. Поддержка увеличилась с 70 до 90%. Подробнее в сюжете Виктории Швейцовой. Известный за пределами Карелии Онежский судостроительный завод, Амкадур, Онега и Петрозаводск-Маш, сегодня безусловно гордость промышленной отрасли нашей республики. Однако в Карелии есть и молодые перспективные предприятия, которые только начинают свою работу. Такие проекты развиваются не сразу. Необходимо от 5 до 10 лет. Для помощи им был создан Республиканский фонд развития промышленности. Сейчас у него на рассмотрении порядка 100 заявок. Мы находим точки роста внутри региона, для себя. И у нас сейчас ряд проектов очень интересных, новых, у которых есть большая, серьезная, интересная перспектива на уровне Российской Федерации. Для точек роста важны грамотные инвестиции. Решение о смягчении для нашего региона условий софинансирования – залог будущего успеха для начинающих предпринимателей. Соответствующие соглашения подписали сегодня директор Федерального фонда развития промышленности Роман Петруца и директор ФРП Карелии Артем Красулин. Теперь максимальная доля софинансирования со стороны ФРП будет увеличена с 70 до 90%. Снижение минимальной суммы займа сделает данную меру поддержки для промышленных предприятий более доступной. Сейчас мы подписали соглашение, смягчающие условия для регионального фонда развития промышленности Карелии, где на каждый рубль регионального бюджета Федеральный фонд предоставит 9. В настоящий момент уже профинансированы некоторые предприятия деревопереработки, производство радиаторов из алюминия, а также Онежский тракторный завод. В ближайшее время поддержку смогут получить предприятия локомотивной, горной и лесной промышленности. Мы считаем, что это один из уникальных проектов и возможностей на сегодняшний день дать своего рода толчок для развития республиканской промышленности. О том, как получить заемные средства на создание производств, поговорили сегодня на семинаре после подписания соглашения. Предприниматели смогли узнать о возможных мерах поддержки, о правилах подачи заявок на займы и обсудить стратегии развития бизнеса. Виктория Швецова, Алексей Миронов, Служба новостей. Два в одном. Аппарат, который замещает сразу и сердце, и легкие, поступил в республиканскую больницу имени Баранова. Современное высокотехнологичное оборудование приобрели на средства из резервного фонда правительства России. Оно поможет спасать больных с особо сложными случаями сердечной или легочной недостаточности. В зависимости от того, какой комплекции пациент, его антропометрические данные, мы рассчитываем скорость кровотока и выставляем, которая нужна этому пациенту. То есть у обычного человека это около 5 литров. Ну и вот примерно, да, мы можем поставить 5 литров в минуту. На небольшой тележке самое современное жизнеспасающее оборудование. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации ЭКМА. В Карелии пока в единственном экземпляре. Он способен заменить человеку сердце и легкие. В год такая необходимость, говорят доктора, может понадобиться и спасти жизнь как минимум 10 пациентам в нашей республике. Это те, кому нужно заменить функцию легких или сердца во время или после операции. Ну и этот аппарат ставится в крайнем случае, потому что процедура очень опасная, сильно инвазивная, так называемая. Поэтому это в крайнем случае, когда уже обычные методы не позволяют. Ни лекарственная терапия, ни те же искусственные вентиляции легкие. Кроме того, специалисты республиканской больницы очень надеются на этот аппарат при лечении пациентов, перенесших вирусные заболевания с осложнениями пневмонией. Антимонопольная служба Карелии рассказала о работе ведомства в прошлом году. О самых громких делах с журналистом напомнили руководитель ФАС Артур Пряхин и его коллеги. Наиболее болезненная для петрозаводчан тема – резкое повышение цен на проезд в автобусах в июне на 4 рубля. Разбирательство служба довела до возбуждения дела. Если обвинение транспортников в картельном сговоре подтвердится, то их может ждать как минимум штраф. Сейчас процесс находится на промежуточной стадии. Стороны обмениваются доводами. Пока они представляют некие документы, что-то поясняют. Но тем не менее мы ждем, когда будут уже их доводы на это заключение обстоятельствовых дел. То есть вот поэтому ближайшее рассмотрение 11 марта. Возможно, 11 марта все завершится. Возможно, нет. Уже завершились дела о недобросовестной рекламе. Один банк рассылал СМС без согласия абонентов. Другой размещал баннеры, на которых дополнительные условия кредитования писали мелким нечитаемым шрифтом. А один индивидуальный предприниматель был наказан за распространение замаскированных под платежные квитанции рекламных листовок. Всего за год антимонопольная служба рассмотрела более тысячи жалоб, заявлений и обращений. Сразу несколько карельских продуктов получили высокие награды на международном конкурсе «Продэкспо-2020». Это крупнейшая в России и Европе выставка продовольствия, собравшая более 2600 компаний из 70 стран. За разные виды своей продукции «Мясной дом Карелия», «Петрозаводский ликероводочный завод» и предприятие «Мама Карелия» взяли золотые медали. Серебряных удостоилась компания «Завод промо», а бронзовую медаль получил хлебозавод «Сампа». Стенд нашей республики традиционно пользуется популярностью посетителей выставки, в том числе экспертов и деловых партнеров. 1 мая из Петрозаводска в Хельсинки полетят самолеты. Другие новости – коротко. На заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Владимир Путин одобрил идею установить запрет на отчуждение российских территорий. Цель – исключить возможность для других государств претендовать в будущем на приграничные территории РФ. Опубликовано расписание самолетов из Петрозаводска в Сочи, Симферополь, Анапу и Финляндию. Ожидается, что продажа билетов начнется в марте-апреле. Стоимость билетов пока неизвестна. Стало известно, кто выиграл конкурс на должность директора средней школы номер 26 Петрозаводска. Среди четырех претендентов сильнейший оказалась заместитель руководителя этого образовательного учреждения Екатерина Дианкова. Участок Лежневой улицы на перевалке в Петрозаводске перекроют до конца февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тепловых сетей. Боксер из Петрозаводска Константин Апольский завоевал золото на всероссийских соревнованиях. Состязания по боксу среди мужчин класса А памяти Юрия Капитонова проходили в Московской области. В Беломорском районе в будущем музее Карельского фронта активно продолжаются строительные работы. Реконструкция объекта под личным контролем главы республики. Зданию бывшего штаба Карельского фронта, где власти решили разместить экспозицию, требуется капитальный ремонт. В настоящее время здесь ремонтируются опорные столбы на первом этаже. Ведется устройство песчаного основания пола. Реставрируется фасад здания. Ремонтируется кровля. В 2017 году, когда сюда приехали, вопрос стоял о сносе этого здания. Идея возникла. И она казалась тогда такой фантастической. А сейчас мы практически уже находимся в стадии завершения строительных работ. Потому что основные вещи по укреплению здания, проектированию, даже по формированию коллекции музея, они уже по сути сделаны, выходят на финишную прямую. Основную экспозицию открываем к 9 мая. У нас задача сейчас стоит полностью сделать само здание, подвести к тому, чтобы монтировать уже выставку. В коллекцию музея Карельского фронта войдут экспонаты национального музея и находки поисковиков. Часть экспозиции разместится снаружи. На площадке перед зданием будет стоять военная техника, которую предоставит Министерство обороны России. Она поступит перед самым открытием музея. Программа по поддержке предпринимательства в Карелии дает результаты. Все больше бывших безработных в районах республики открывают свое дело. Количество бюджетных денег, направленных на эти цели, за последние годы увеличилось в несколько раз. Один из примеров успешно развивающегося бизнеса, открытого с помощью программы господдержки, печной центра Сегижанина Ильи Петрова. Подробности у Алексея Неживенко. Теперь Илья сам планирует свое время. Правда, короче, от этого его рабочий день не стал. Шесть лет назад Сегижанин уволился из компании РЖД и решил стать печником. В прошлом году решил открыть собственное дело. Средства кое-какие были свои, потому что там работаем, конечно, не сидим на месте. Узнал о том, что центр занятости предоставляет определенные деньги на развитие бизнеса. Узнал, что предоставляются гранты. Узнал, что предоставляются кредиты начинающим предпринимателям. Ну, вот с этого все началось. За этот короткий период предприниматель купил производственный цех, сделал ремонт и выполнил больше 70 заказов на производство печей. Дальше больше. Теперь Илья планирует расширять производство и выходить на новые рынки сбыта. В цеху появились станки для камня обработки и металлосгибания. Приобрести новое оборудование Илья смог на средства программы поддержки местных предпринимателей. По поручению главы мы стали думать о дифференциации этих сумм. Для того, чтобы бизнес был более выживаемым и была перспектива его развития. То есть вот просто буду говорить о тех суммах, которые сейчас действуют в настоящее время. То есть размер единовременной финансовой помощи по линии службы занятости, минимальная ставка составляет 100 тысяч рублей. И можно получить до 250 тысяч рублей. В прошлом году в рамках программы поддержки предпринимательства в Карелии свое дело открыли 373 бывших безработных. Собственный бизнес дает людям возможность почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Сегодня это направление экономики власти считают перспективным. Если в 2017 году на развитие предпринимательства из бюджета Карелии было выделено почти 8 миллионов рублей, то сейчас 62 миллиона. Специалисты Центра занятости отмечают, эти меры позволят создать на территории республики больше рабочих мест. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, Служба новостей. С 20 февраля на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского в Петрозаводске появятся новые дорожные знаки, сообщает Петрозаводская мэрия. Водителям, которые едут по улице Толстого к проспекту Невского, теперь нельзя будет проезжать прямо и поворачивать налево. Разрешен только поворот направо. Изменения вводят в цели безопасности. По информации Петрозаводской госавтоинспекции, только за январь на этом отрезке дороги произошло 4 ДТП. Городские власти обсуждают установку светофоров на пересечении улиц Анухина и Красной, а также Гоголя и Коммунальной. Эти проекты находятся в стадии разработки. Пока же движение автомобилей и пешеходов регулируется по-старому. Очевидный ритуал пристегивания ремня безопасности не для всех превращается в привычку. Особенно для пассажиров задних сидений. Поэтому госавтоинспекция регулярно напоминает водителям и их спутникам о необходимости мерах предосторожности. За служащей этой цели акции «Ремень безопасности» понаблюдала наша съемочная группа. День добрый, майор полиции Серов. Профилактический рейд проходит у нас на территории города Петрозаводска. Вижу, у вас сиденье детское все есть. Не забываем пристегивать еще задних пассажиров. Всего доброго, до свидания. Не каждый водитель может похвастаться выполнением всех правил. Если сам ремень пристегнул, то не всегда проверил у пассажиров. Особенно у тех, кто расположился на заднем сидении. Мы проанализировали статистику за 2019 год и получилось так, что в 81 ДТП 137 человек получили ранения именно в качестве пассажиров. Зачастую это были люди, которые находились на заднем сидении транспортных средств и не были пристегнуты ремнями безопасности. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Профилактическая беседа – одно из лучших лекарств от забывчивости. Для большего эффекта инспекторы раздают листовки и небольшие брошюры, в которых собраны главные мифы о ремнях безопасности. Многие знают и не пристегиваются. Просто не считают нужным. Если ехать на самом деле 50 метров, по логике, что пристегиваться? Пешеход, случайно ставший участником акции, рассказал об одном из главных, по его мнению, заблуждений. В госавтоинспекции подтверждают – значительное количество ДТП происходит поблизости от дома или места работы. И пристегнуться нужно, несмотря на расстояние, которое собирается преодолеть автомобиль, даже если 50 метров. Особенно это важно для детей. Их безопасность должно обеспечивать удерживающее кресло. И при выборе между ремнем и специальным устройством полицейские просят исходить из габаритов ребенка. Мы, к сожалению, часто видим, что ребенок мал. Ремень на автомобиле все-таки рассчитан на взрослого пассажира. И есть очень маленькие, 7-летние детки, которым ремень проходит прямо по шее, по лицу. Такие правила безопасности актуальны не только для автолюбителей и их пассажиров. Даже садясь в такси, не забывайте пристегивать ремень. В Петрозаводске прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения режиссера Михаила Швейцера. Автора фильмов «Чужая родня», «Золотой теленок», «Бегство мистера Маккинли», «Смешные люди» и других любимых многими советских кинокартин. Что связывало режиссера с карельской столицей и как в его жизнь пришла музыка, расскажет Юлия Степанова. Идея провести киномузыкальный вечер к столетию режиссера в Петрозаводске принадлежит музыковеду Ольге Беловой. Она давно интересуется творчеством Михаила Швейцера и ролью музыки в его фильмах. Музыка – секретный ингредиент. Можно сказать, что она пришла в жизнь Швейцера в лице его жены Софьи Милькиной. Моя тетя была одаренный музыкант. Она училась в гнессинге, она играла на трех инструментах, она сочиняла музыку. Поэтому мы посчитали, что самое лучшее, что можно сделать – это взять вот такую тему. Ее племянница Людмила Фродкова рассказывает, с 1944 года момента встречи Михаил Швейцер и Софья Милькина были неразлучны. На Мосфильме все знали, что Софья – его истинная любовь и муза. Музыка и муза. Тут можно действительно поставить одинаковинство. Это Софья Милькина. Человек она была удивительный. В ней сочеталось очень много непосредственного детского, изумления миром, восторженного. И в то же время она была очень внутренне собранный, организованный человек, который, как в качестве второго режиссера, тянул на себе всю самую черную и сложную работу в съемках фильма. Со-режиссер, со-автор и часто ответственная за выбор композитора и музыки для кинокартин мужа. Во многом благодаря ей фильмы Швейцера выделяются своим музыкальным сопровождением. Ну с Богом. Премьерный показ в далеком 87-м году экранизации повести «Льва Толстого» Крейцерова «Соната» состоялся именно в Петрозаводске. Дело в том, что когда начались трудности уже, в период уже, да, перестроечный, с съемкой фильмов и так далее, ведь они, когда сняли Крейцерова «Соната», там нужно было обязательно сделать прокат фильма, то есть его представить как премьерный показ. И это были большие сложности. И именно в Петрозаводске предложили сделать это, и вот привезли сюда картину, и здесь состоялся такой вот премьерный показ Крейцерова «Соната». Сам режиссер бывал здесь лишь однажды. В 62-м году гостил у родственников. В Карелии, как и по всей России и за ее пределами, его творчество помнят и любят. Юлия Степанова, Владислав Будников, Служба новостей. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко и мои коллеги говорим вам до свидания. Новости на сегодня все. Новости на сегодняшний день. 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 Новости на сегодняшний день.